И всем привет, ребят! С вами Старвайк, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посовещен игровой тематике и необычной игровой тематике. Сегодня я буду играть вместе с бойцами из моего клана. Сегодня со мной будет на голосе Вася. Всем привет! И сегодня будет с нами еще Глеба Булыч. Всем привет! Сегодня мы собрались, чтобы скатать на новых замечательных устройствах, которые называются на Страйкер Эгидра. У вот этих двух молодых людей, они упали на основной аккаунт. Я не знаю, там со скольки контейнеров вы можете в принципе сказать, со скольки там у вас дропнула эта вся движуха. Пятнашки. Боже, заданок упала. Чисто с пятнашечек, ребяточки, зафармили гидрочку. Я до сих пор ее не имею на своем основном аккаунте, но она у меня есть как раз-таки на моем замечательном спецаккаунте. И сегодня мы скатаем в три таких замечательных гидры. Посмотрим, что у нас из этого получится. Обычную, дефолтную матчмейкинговую катку без никакого дополнительного выбора. Я сыграю на Кризисе, ребята уже сказали, что они будут использовать Гипериона. Сказали, что именно с Гиперионом работает это устройство супер жестко. Ну и Глебович говорил, что он вообще готов хейтить это устройство. Что у тебя есть сказать по этому поводу? А когда не хейтили, а на смерти. Да не, устройство нормально, но просто есть минусы, которые можно абьюзить против него, играя. Например, вот эта у нас карта замечательная попалась. Шоссе. И что здесь? Которая многоярусная и у тебя сводки не будут всегда залетать. Ну да, типа... Это сводится на одном уровне. Да, да. И один из таких самых жестких минусов, это то, что у тебя сводка будет лететь вперед. А ты как раз таки, когда ее даешь, то вот видите, у меня просто улетают снаряды. И мне надо здесь уже больше работать от угла. Но постараемся сейчас пореспить, подамажить. Ну и посмотрим, что у нас из этого получится. Как бы вообще в целом тебе ваше устройство понравилось, не понравилось? Или чисто больше по рофу оно работает? Не-не-не, точно рофу, я его на нем скатал, но буквально две-три катки. И тебе оно, короче, не понравилось? Не-не-не. Ну вот, ребята, значит, говорят, что устройство такое себе. А я, если честно, очень хотел бы, чтобы оно мне выпало на основной аккаунт. И чтобы у меня появилась дополнительная мотивация поиграть вообще с такой движухой. А ребята говорят, что это устройство не нагибающее и неинтересное. Хотя Глеб Абулыч уже дает восьмерочку в ряд. И что-то он там начинает респить противника. Что там, Глебыч, происходит? Это не респили. Ну, просто типа не замечают и там в спину накидываешь. Устройство прикольное в том, что когда вот типа начинают дефить и кучковаться на какой-то осаде, на каком-то штурме. Это всегда приятно взять. Это достаточный плюс. Поэтому, ребяточки, если вам интересно подобного рода контент, если вы хотели бы увидеть с этими устройствами еще врывчик. Потому что, ну, на мой взгляд, наверное, это одно из самых интересных устройств за последнее время. Ну и так совпало, что у ребят эти устройства выпали. И есть возможность записи такого рода контента. То есть с ребятами, которые играют со мной вместе в одной команде. И если вам это интересно, то поддержите видос лайком и пишите в комментариях, чтобы мы еще собрались вместе. Если честно, это не так просто, как казалось бы. Да, я думал, что быстро получится собраться записать. А по итогу мы, ну, грубо говоря, на третий день только обсуждения сумели вместе собраться, чтобы записать видос. Потому что сейчас у нас больше идет подготовка к турнирам. И акцент сделан именно на это. Поэтому даже просто записать банальный видос втроем и подобрать время выходит крайне-крайне сложно. Так, что касаемо боя у нас. 39 на 19 мы уже ведем. Досрочка здесь вообще будет, не будет? Тушенем мы контентик или не тушенем? Я думаю, будет, потому что карта большая и уже почти 50 килов за 3 минуты. И что касаемо режимов, то я думаю, что если вам зайдет именно этот видос, то можно будет как раз-таки попробовать и в осаде реализовать это устройство, и также попробовать реализовать это устройство в рамках джаггернаута. Потому что в джаггернауте мне лично понравилось реализовывать это устройство. Оно смотрелось довольно-таки неплохо. Поэтому я думаю, что в джаггере было бы очень интересно посмотреть, как 60 ракет там переразлетает в одного джаггернаута и моментально его уносит. Поэтому если интересно, то поддерживайте. Так, что касаемо боя. У меня, если честно, по киллам, ну как-то слабовато. Один Глебыч у нас тут тянет. У Васи тоже восьмерочка. Как-то так. Глеб тренировался. Да, да. Как-то так, следующие лаги какие-то у меня происходят. Не знаю, что тут за приколы. Это не может быть, Вася. Сосулендрочку хорошую. Глебыч сегодня, короче, на троллинге. Еще и дает контента тут. Еще и дает контентика. Ну и вообще, с точки зрения кризиса Египериона, вы отдаете предпочтение числе Египериону, да? Да. Да, я поиграл на кризисе. Именно там каждый бомж, бля, кшотает. Короче, не зашло. А я, наверное, с Египерионом, мне кажется, даже вообще ни одной катки не сыграл. Поэтому можно будет сейчас попробовать мне даже переодеться. Ну и с кризиса, по большей части, наверное, я чисто так с ДАшки заряжаю контента. Ну, конечно, одно дело, это когда у тебя это устройство есть на основном аккаунте. И когда у тебя есть возможность поиграть побольше. Я все-таки со спецаккаунта только записываю видосы. И как такового особо не играл с этим устройством в целом. Но с точки зрения именно интереса, мне оно... Опачки, минус упал. Показалось довольно-таки прикольным, да? Ну и ребята, наоборот, говорят, что оно не суперсильное. Не знаю. Может быть, надо просто чуть побольше поиграть. И тогда уже будет это все дело понятно. Просто, наверное, оно по большей части не подходит под все режимы, под все бои. Я думаю, что именно в этом проблема по большей части. Да, оно не универсальное, как гелиус, та же вакуумка была, рой. Но удобное устройство. То в этом есть проблемка определенного урона. Ну и вот на таких картах здесь довольно-таки тяжело реализовать суперсильно такое устройство. У меня вообще отрицательную поофигеть. Жестко. Что ты хотел сказать? А я хотел сказать, что всегда постоянно приходится сводиться, так как, ну, урон с одной ракеты очень маленький. И это неудобно против легких, особенно танков, которые могут монстить на каких-то-нибудь ловкачах. Так, вот надо туда в купол свестись. Чисто туда сводочки. Три сводочки в купол и попробую слить. Она меня уносит еще быстрее. Так, гром с адреналином. С счетом 10-2 набивает больше очков, чем я. С кайфом. Супер бомбочка, я смотрю. Получается у нас в этом плане. Так, изида прожатая с овердрайом. Пробуем ее тоже слить. Карта, конечно, как оказалось, не такая уже крутая. Для подобного рода устройств. Хотя изначально мне казалось, что здесь можно нормально так накидать. Но у Глеба еще все равно идет. 23 килла он дал. Пошла движуха, да, Глеб? Ну, я играл, но я. Чисто потренился, да? Так, ладно, я сосулю даю. А, не успел. Чуть-чуть не успел. Но вы, я смотрю, так чисто на пассивничах стоите. Я что-то пытаюсь двигаться зачем-то. Надо просто, наверное, встать тоже на одно место и стараться просто кидать урон. Ну да, зачем в ноль урона ехать? Это зафиксить не надо? Ну да. Доль урон же, нимба. Согласен. Так, ну и еще, если честно, можно в моменте пытаться тоже сплэш уроном выдавать домашку. Чисто от какой-нибудь там стеночки, домика. Если есть возможность, то можно вкидывать. Ну и так, чисто если открываешь одного противника, переводочку сверху здесь делать точно можно. Поэтому нужно просто стараться правильно, грамотно выбирать позицию, чтобы это устройство работало тебе в плюс. Так, ну и меня в очередной раз въезжают. У меня отрицательный, ну по 11-13. Я просто сливаюсь и смотрю на Глебович счет, который уже набил тридцатку и думаю, боже, что я не так делаю просто. Как он набивает столько киллов? Как он набивает столько киллов? Так, Вася тут сосулендрочки уже раскидывает. Тоже по вкусному. Так, пробуем. Ой-ой-ой! Боже ты мой. Я еще и улетел вниз. Так вот бывает. Так, Глебович сказал, что у нас 100% здесь будет досрочка. У нас 111 киллов. 6 минут до конца. Ну да. На срочку мы плюс-минус идем. В принципе, получается неплохо. Я в очередной раз оказываюсь на респе у противника. Вместо того, чтобы стоять сверху. Но это было, конечно, уже из-за того, что я чуть-чуть здесь контента поддал. Чуть-чуть поддал контентика. Но, что касаемо устройств, Глебович реально прав. То, что это по ощущениям, по крайней мере, это не как было Тригелиуса. То есть Тригелиуса в моменте могли дать очень-очень много урона. И быстро, например, затушить катку. Здесь, ну, если смотреть на мои киллы, то вообще все прискорбно выглядит. Да, то есть у ребят здесь еще хотя бы что-то получается в моменте набить. У меня так вообще здесь, конечно, бесшансово. Так, ну и у нас 130 киллов. 20 киллов остается до конца. Пробую свести хоть кого-то. Хоть кого-то свести. О, под углом немножечко залетело. Но меня все равно сливают. Ну и в моменте даже как-то ваншотить оппонента. Не так просто. Три резиста всего лишь у противника. Наверное, это не так много. Вообще, если играли на этом устройстве, сколько плюс-минус матчмейкинги было резов? Много? Не особо много. У меня была гадка, чтобы там прям фул-фул. Полностью, да? Все врезы были. В принципе, здесь, наверное, это не так еще критично. Ну и вообще, по идее, это устройство даже против реза должно нормально смотреться. Единственное, только очень многое зависит, как я уже понял, по этому лично бою. Очень многое зависит именно от карты. Да, то есть на картах с одноярусом. Я думаю, что вот по типу какого-нибудь там дюсика, пустыни, я думаю, что можно прям очень неплохо накидывать домашку. А здесь, конечно, на многоярусной карте с этими сводками немножечко потяжелее обстоят дела. Ну, достаточно, наверное, просто посмотреть на мое УП и уже понять, что не все здесь так просто, как кажется в моменте. Так, пытаемся дать сводку. Эта сводка не залетает. У меня в очередной раз респят. 5 киллов остается до конца. Ну и в сумме у нас получается сколько? Глебыч 40, Вася, грубо, 30-ка и я, грубо, 10-ка. То есть, итого у нас, грубо говоря, 70 киллов на команду. Ну, для такой катки, наверное, это неплохой результат, учитывая тот факт, что это еще и шоссе. То есть, это здоровая довольно-таки карта. Но я, конечно, здесь накидал крайне-крайне мало, да, по сравнению с ребятами. У них здесь получилось накидать довольно-таки неплохо. Как-то так. Пишите, что вы думаете по поводу этого замечательного устройства. Постарались выкатить вот таких вот 3 замечательных гидрочки. Если хотите, как я уже сказал, увидеть врыв на осадочку, на джиггернаута, то обязательно поддержите данный видеоролик лайком. Также не забывайте, конечно же, подписываться на канал. Участвовать в розыгрыше на 1 миллион кристаллов, на 15 тысяч танкорнов по тегу. Да, вся информация по нему есть в описании. Но у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Попрощайтесь. Всем пока. Всем пока. Надо было? Надо было. Думаю, что надо было. Субтитры сделал DimaTorzok